Мы продолжаем движение по городу Александрия. Второй объект, который мы исследовали, это Помпеева колонна. Считается самым большим римским монолитом, располагающимся за пределами Рима и Константинополя. Общая высота монумента составляет 26,85 метра. А это раскопывали? Да, раскопывали. Все раскопывали? Да. Как объект называется? Это помпеевская колонна. Почему помпеевская, я ничего не понимаю. Сейчас будет рассказывать о ней. Здесь мы находимся, в храме. Мы находимся, в храме Сарабиса. Вот это древняя карта Александрии. Когда Александр Македонский основал Александрию, это было в 334 году до нашей Ирии. Он был в этом местном Бабереж, когда он приехал в Египте. В это время, раньше он был в Греции, основал для себя, как королевство. Там тоже у него была мечта основать не только королевство, но и империю. Он там, в это время, в Иране, где сейчас находится Иран, Брюсидская империя. А там император Дара Третий. Он был самый главный император в мире в это время. Когда Александр Македонский начинал мечту сделать это реальным, он встретился с Даром Третий, где находится сейчас Турция, Ливан и Сирия. Там было несколько битвей между его и Дара Третий. В это время победа была для Александра Македонского. Тоже люди из Египта не любили Дара Третий, потому что он не уважал египтянинов, не уважал их религию. Поэтому не любили его. Как эта религия тогда называлась? Эта религия была Озер Абис, это главный бог в это время. Главный бог в это время? В это время, когда был до Александра Македонский, до 334 года до нашей Иры. Озер Абис это был, выглядит как дык. Это муж коровы дык. Они уважали его как дык. Что он им давал как богу? Он давал силу и тоже давал им еду, потому что... Но при этом уже бог времени? Да. В это время он был как бог, который давал силу. А когда Нил очень сильный, это значит, что будет много воды и много... У них бог времени был. Да. До Македонского. Да. У него была заморзная форма быка. Да. В это время бык, Дара Третья, когда завоевал в Египет, он положил на место бык в храме Ослик. Это было очень плохо для египтанинов, потому что он хотел сказать, что я не уважаю вашу религию. И будем менять Бога? Будем менять на место Бога Ослик, который вы не любите. Это кто, Македонский такой? Это Дара Третья. А Дара Третья. Он издевался над египтянами. Ну, люди в Египте не любили Дара Третья вообще, поэтому они не воевали с Александром Македонским и помогали ему, когда он хотел завоевать в Египет. В это время, напротив Дара Третьей армии, которые были здесь. Поэтому это было для него очень легко. Он тоже был хитрый. Он сказал, что я сын египетский Бог. Это значит, что я уважаю Амун. Амун. Это был очень известный в это время в Луксоре. Он сказал, что Бог Амун женился на моей маме, а я родился от него. А это Бог чего? Что он давал? Он дал солнечный диск. Солнечный диск. Да. Он дал свет и тоже все хорошие для египтянинов. Поэтому они уважали его. Поэтому они уважали его. И так Македонский нарек себя сыном Бога. Да. А люди в Египте влюбились в его. И уважали его как сын Бога. А он был очень хорошим с египтянином. Поэтому он смог очень легко войти в Египте. Для него не было проблемой. Он здесь Бабириж решил основать Александрию. Он сделал Александрию карту похожей на шашку шахмати. Две главные улицы, а параллельные улицы. Да. Если вы приедете в Одессу, вы тоже увидите шахматы. Вы тоже увидите перпендикулярную систему. Да. А потом вокруг города он основал стенки. Которые защитит города. Здесь канал Шидья от река Ниль. Потому что здесь не была чистая вода. Только морская вода. Конечно, люди не смогут это убить. Поэтому он основал канал из реки Ниль. А здесь были четыре главные районы. Есть на востоке, на западе, а центральный. Вот здесь у вас написано Иудейский квартал. Да. Ведь у Египта всегда достаточно напряженные отношения в новейшей истории с Израилем. Кто здесь жил? Что это за Юдейский квартал? Там есть Юдейский квартал. Они прожили здесь в это время возле Королевский район. Они всегда были... Это евреи? Работают. Они всегда... Да. Это евреи. Они здесь жили? Да. Возле Гетто. Это возле Королевский район. Который был главный здесь, возле борт. Да. Они работали по торговой. Хотели всегда отношения с Королем. Умные люди? Да. Умные, да. Потому что они работают по торговой. Всегда надо с кем-нибудь отношения, чтобы сделать торгов для них легко. Не будет проблем. Здесь тоже, на востоке, прожили люди, которые приехали с Александром Македонским из Гриции. На западе, люди, которые были здесь до Александра Македонского. Это были рыбки в деревне. Люди, которые работают в рыбке в море. Одного народа здесь не было. Было. Кто-то здесь жил, кто-то пришел вместе с Македонским. Это... Евреи пришли. Да. А здесь... Это местные люди. Это очень небольшой район, вы же видите. Их немного здесь. Основная часть это те, кто пришел с Македонским. И евреи, которые пришли для того, чтобы организовать торговлю. Да. А здесь евреи из Гриции. Ну да. Здесь королевские. А здесь... А здесь египтяне, тот самый египетский народ, который здесь жил. То есть их мало относительно вот этой всей. Да, да, да. Но они были сильнее. Почему? Потому что в это время это было их место. Если я не уважаю их, это будет проблема. Поэтому после смерти Александра Македонский был Батоломиева Бирви. Он был лидером армии Александра Македонского. Он после смерти взял его мумию из Ирана в Египет. Решил здесь хранить его. А где Македонский лежит? Где он похоронен? В Александрии. В Александрии. Но сейчас мы не знаем, где место точно. Через раскопки. Но мы знаем, что в Александрии. Мы знаем, потому что в это время они приехали в Александрии и сказали, что мы посмотрели на гробницу Александра Македонского. У него был золотой сарковак и так далее. Можно здесь вам вопрос задать? Да. Вы себя считаете потомком Александра Македонского? Мы? Вот вы лично. Или вы не гордитесь этим? Мы не после его. Мы араб. Мы из Греции. Мы не читаем, что мы из Александра Македонского, который из Греции. Мы читаем, что мы араб и мусульман. Отношение к Греции это... К Македонскому конкретному у вас какое отношение? Очень хорошее сейчас. Между Египетом и Грецией. И все такие люди, которые сейчас в Востоке. Средиземное море. Это очень хорошее. Пророк Мухаммед, он намного для вас более значимая фигура, чем любой Александр Македонский. Да, да, да. Это мы уважаем его больше всех. Но Александр это был как человек, который основал Александра. Мы уважаем его как король. Не читаем, что мы после его. То есть у вас течет кровь македонского или нет? Не знаю. Ну я имею в виду, как вы считаете? Нет, не читаем это. Не считаете так? Нет. Кровь македонского нет, мы не читаем это. Мухаммед, откуда мы все это знаем? Именно то, что был архитектор. Да, это в истории написано. Просто написано где-то? Написано в книжке, я изучал истории. Не понимаю, а этой книжке сколько лет она издавалась? Нет, это новые книжки, но раньше тоже был месяц, который написал об этом. Они взяли такие информации. Мы рассчитываем на то, что люди раньше, когда написали что-то, они не ошибались и не придумывали. Да, да, да. Но это было известно в это время, конечно. Ну да, конечно. Мы сняли то, что нам нужно. Маленький сфинкс, смотри. Да их тут много, да. Маленький сфинкс. Маленький сфинкс.